Всех привет и правдивого просмотра. Продолжаем проверить FIFA 18 за менеджер, за Робин Гудов. Ну и что у нас, давайте перейдем к составу нам. Состав у нас уставший, потому что нам дали все же отдохнуть вообще очень мало-мало времени. Я вижу это, проблема у нас в центре уже есть. Да, а ты где можешь играть у нас? Ты только лево-право-право-левый фланг, а ты Чопа можешь играть. Нифига себе он. Чопник. У тебя у меня и все равно будем у тебя. Да. Не густо. Но это не подойдет. Так, у нас ЦПшник, 21 год. 64 у него, но это мало. Придется вас помучать, ребят. Здесь проблема у нас колоссальная. Вот таким составом будем уходить. Ну потому что один день, вот где, какой нормальный футбол, один день дает отдыха. Я в реальной жизни такого не видел, кажется. Если декабре, я не знаю, как там декабре будет. Я помню, что там может в неделе три матча быть. А че, нормально. Там примерно понедельник, среда и субботу. Два дня, как минимум. Теперь мы принимаем в гостях Арсенал. Доиграем у себя дома. Да, короче, надо с правом обманешь. Да не так, а. Опа, нормально. Я обратно так же? Нифига себе. Ну мы это не будем заниматься, конечно. Мы перейдем сразу к матчу. Давайте в финал субка Англии и команды будут сражаться за выход в четвертьфинал. Обе команды очень решительно настроены, ведь выход на поле у Эмбли уже так близко. Сегодня Ноттингем Форест встречается с Арсеналом. Я такой чувствую, что мы только мы играем повтор. Алексис Санчес, представитель очень интересного поколения чилийских игроков. Один из тех, кто стал настоящей звездой в Европе. Да, забивать он умеет и любит это дело. И думаю, сегодня мы в этом еще раз убедимся. Перед нами состав хозяев. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Эта команда привыкла задавать темп игры, контролируя мяч при помощи коротких быстрых передач. Не думаю, что сегодня мы увидим что-то кардинально иное. Игрокам соперника придется ввести немалые усилия, чтобы отобрать у них мяч, прежде чем безобидная перепасовка, превратиться в опаснейшую атаку. А центр так и, мне кажется, не изменилось. Только Азил и Санчес выходят у нас на поле. А в чем эта разница? И они начинают. Мы поменяемся местами теперь, да? Ну, какой второй тайм мы с мячом будем. Ну, че, парни, давайте играть. Это одна восьмая финала Кубка Англии, и команда сражается за выход в четверть финала. Только пошел центр, полузащита опять. Тут Джака. Рэмзи делал. Рэмзи не продавали, интересно. Я так не посмотрел. Запасил он был. Скидка назад. Эктор Бильярин. Бильярин, не помню. Бо там. Да, блин, какая нафиг двойка. Франсиско Клен. Нифига себе, вот это удара. Но метально ударил. Так, че, в атаку пойдем, потому что игра уже второй. Тут уже точно конечный. Блин, ну это пас как пас. Давай быстрее. Ну, куда ты так, а? Лучше в ваут ушел бы. Ну, а ж это и так, и так мячик не был бы. Это может быть опасная атака. Алексис Санчес. Игорь Санчес дает пас, но Лаказета не точно пас дает. Со мной Арсенал продолжает атаковать. И тут Азил бьет. И тут при этом, ну, рикошетик от нашего игрока. И получает мяч со мной мы. Ну, вот так ему уже ничего не живет. А ты так думаешь, легко просто Арсенал взять и вперед прибежать? У него более скоростные игроки, чем мои. Ё-моё, 11-метровый, а? Арбитр ставит на точку. И это Фенальти плюс желтая, что вполне соответствует логике Пепидона. Да, игрок, конечно, погорячился и здорово подвел свою команду. Ну, так нельзя играть, конечно. Бесспорное нарушение правил. Ух, какой все-таки опасный подкат и наказание совершенно справедливо. Не люблю этим заниматься я. Ну, мы со мной забиваем гол, а? А спиной ничего не смог сделать, не угадал. Ну, такой быстрый гол у нас. Арсенал сам себе... Арсенал тут при Фюфе, как и в реальной жизни, сам себе приносит голы. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Радуется тренер. Пока все складывается для его команды удачно. 1-0. Сейчас будет веселее. Ладно. Жель мотив. Смотрим. Александр Лаказетта. Ну, тут теперь Азил с... Санчесом. Тут может что-то получиться. Так, мяч со мной у нас. Мы можем чуть... Да, блин, какую атаку-то? На защиту уходим чуть-чуть. Нам терять нечего. Ну, тянуть, конечно, тоже некрасиво. Будем потихонечку атаковать. Так, спокойненько. Больше пасов. Еще больше, чем раньше стараться делать. Да, пас не прошел у нас. Перед Азилом есть свободное пространство на фланге. Да ладно. Пространство. Прошел он вперед. На самом деле, он... Такой человек, он не борется. Подкат очень-очень редко увидит, чем это было. Был, не знаю, для решения его. Блин, ну нифига он задавил. Просто задавил чувака. Ну, ладно. Ватар выбивает, можно сказать. Ну, точнее сказать, пас стоит. Такими действиями игру не обосновляет. Сейчас они чуть-чуть попозже в атаку по-любому пойдут. И нам фиг тут продышишь. Да, посыл у нас что-то вообще нападение. Какие-то вялые. Вы что, блин, один гол забили и все теперь, думайте. И чем это пинать? Ну, вообще, там шанс он тоже был забить гол. Ну, желтую. Ну, красный был вообще просто жестоко, как всегда. Я не... За пинатье красную это вообще жестоко. Потому что так пинатье получать. Еще плюс красную. Игрока меньше становится на одного. Ну, что вы, Казет, придумают что-нибудь? Придумают. Мяч остается здесь. Коклен хочет отыграть. Мячик, потому что это его вина. Пинатье было. Ну, это как-то, судья. Там что, травма, что же? Ё-моё, вот это удары. Опять нам штангу спасают, а? Ну, перекладина. Вот это момент, а? Похоже, они решили поиграть вдвоем. Да ё-моё, ну куда так, а? Мустафа тебе виноват, да? Желтый ему. Да, показали хорошее повторение. Никто бы не понял, если бы он сейчас не свистнул. Ну, куда ты так бьешь-то, а? Я не так хотел на сам. В следующий раз нужно более ответственно подходить. А-а-а. Просто тупо ударил. Ну, ладно, давай будем смеяться над этим ударом. Нифига, мы с Мидызбро играем. Следующий матч. Так, мяч, мяч, мяч не у нас. Я у Ни-ни. Повершинатся. Я у Ни-ни снова. Только почему-то сегодня Герман дает, я не понимаю, играть. Над Джакой есть. Который можно тоже так же прокачать, и он лучше будет играть. Кажется, у Рунти есть, куда у вас делся. Я Ремзи. Он что, Ремзи не продали? Да. Ну, давай, чё вы тут, блядь, другому мяч даете, а? Ничего этого не дало им вообще. Я говорю, травма у нас будет игрока. Да, блядь, а второго не получилось. Арсенал в этой игре пока не забил. Да, чё мить? Вот это надо обязательно говорить постоянно. Давно фразу я не слышал её. На пару решили разыграть эту комбинацию. Здорово играет, очень точно делает передачи в сегодняшний матч. Да, блядь, ну куда так? Ну чё, Санчес, покажешь свою игру. Он тут вратарю прям. Попадает под прессинг. Алексис Санчес. Франсис Коклен. Луран Кусильни. Смотрим начало атаки. Александр Лаказет. Партнёры поддерживают эту атаку. Сиат Кашинц. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Ну, конечно, у меня так-то сделано сейчас чуть-чуть защиту у Шримма. Но со мной это даже мы в атаке были бы. У нас контратака очень слабая была бы. Ну и куда он пас даёт? И к кому он даёт пас, я не понимаю. Ну угад, давайте кто-нибудь там подхватит. Один нападающий всё это сделает. А на фланг нельзя было дать. Арсенал атакует. Алексис Санчес. Чё-то Арсенал как-то атакует слабовато. Бегают они около ворот. Были шансы, конечно. Всё, это было перекладины и штанга. Да ладно, а я думал, блин, мы будем ещё всю вечность играть. Там всего лишь один удар был, а у них створ вообще ноль. А штанга перекладины не считается створ, я так понимаю. Вылететь в одной восьмой кубка Англии, конечно, не хочется никому. Команды яростно боролись за преимущество в первом тайме. И во втором тоже ни одна уступать не собирается. Всё, обломились мы за пасом. Это азил. А, у него тоже уставшие ребята. Отшуметь. Он ещё не менял такой состав сильно. А вот это свежее выглядит. Хорошее оборонительное действие, и кто первым успеет к этому мячу? Можно провести... Да не тому давать, блин, мяч. Александр Лаказет. Нет, не дошёл этот пас до адреса. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Из этой атаки может... И мы второй гол закрепали. Вот это да. Чё? Оффсайд, какой офсайд? Оффсайд, оффсайд, а? Посмотрим внимательно. Боковой арбитр отработал больше всяких похвал. Не с каждого повтора увидишь, что это офсайд, а он и без повтора справился. Сейчас будет ещё второй гол бы, а? Здорово! Лаказет наносит туда. Это совсем не опасно. Сильно мимо. Не получился у него удар, он хотел... Лаказет хорошо бьёт, но не увезёт. Нифига станет, что отнял мячик, но при этом мы отбираем обратно. И стараемся увести этот мяч подальше от наших штрафной, можно сказать. Хороший первый тайм он правил. Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведёт команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить ещё как... Это чё такое было? Опять 11-метровая? Очуметь просто. Ещё напильнайте. Рэмзи, я тебя вспоминал только. Я думал, тебя уже продали нафиг. Давай, давай, давай. И отбивает. Нифига себе, а спину угадывают. Я уже выходил опять, это же угол. Да-а-а, супер было. Это как так было-то? Я, по-моему, побежал на мяч, чтобы его быстрее взять, а тут получилась такая фигня. Блин, ну куда так, а? Да, я учился на улице, пацаны, как мяч. Дадите пас. Отдадите пасть. Хороший удар, но при этом мимо было. Да, направляет он мяч совсем мимо ворота. Однако, технический такой удар, конечно, было очень сложно исполнить. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смог. Арсенал отбрал. Санчез. Отлично отобрал. Так, это указ, это... Велерин. Судья даст, может быть, отложенный штраф, но это потом, а пока подавать надо. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Да бегите давай, чё вы такие пасы дурацкие, а? Да, блин, навес не дали сделать, а. А, слабый. Давай, давай, ну, такой шанс. Там фланг, ну, по флангу более-менее, свободно было. Да, блин, рука была, судья. Ну, это хорошо. Так, давайте с 68-м минуты поменяем игроков в половину. Это у нас, это, меняющаяся... Вот так делать. Так, ты теперь у нас... Это делаешь. У меня у вас местами... Ну, три сразу будем менять игрока. Это травма. У-у-у, центральный защитник у нас вообще будет. Уже мотив. Прости меня. Эктор Бельярин. Придётся пожертвовать тобой. Вот за эту усталость, есть дополнительное время будет, и всё самое можно проиграть. Это силовая борьба. Напрашивался этот пас, через центр сложно пройти. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Углаками играет Фратарий, мяч выбит. Можно провести контратаку. Ну да, конечно. Я пока разворачивался, этот игрок уже... Прибежал. Наслим на Бельярину. Попробуй его, блин, догони. У меня чушу, папа. Ну чё, вот и замены. Приходится тренеру делать замену. Похоже, травма серьёзная. Мустафи. Мустафи. Рэмзи. Уэмбэк. Уэмбэк. Хочу мить. Вместо ВКЗ-то, что его выпустили. Зря, ВКЗ-то хорош был. Аарон Рэмзи. Эктор Бельярин. Узил. Ну чё вытворить-то, а? Передача на Узила. Отобран мяч, надо возвращаться. Дааа. Пермикс реагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. А Журова куда пропал, уже в резерв засунули его. Да, мы не можем, надо выбивать его. Его отсюда надо выбивать уже. Я сейчас понял, что они уже в атаку все пошли. Сначала атаки. Узил. Чё-то у нас игрок валялся. Без понятия. Давай, давай, давай. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Ещё бы. Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Это может быть опасная атака. Ну куда так сильно был пас, а? Такой офис замечательный. Такой момент. Опять опускаем его. Играть осталось в самую малость, но я, например, не рискну сейчас назвать победителя. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Да, блин, ну пасы как пасы, как всегда. Кривые и непонятливые. Накрывают его прессингом. Мяч отобран чисто. Ну как, кто к нему успеет первым? Такое чисто. Мы так не подобрали его вообще. Ну и всё, Арсенал что-то потерялся. Добря. Но мы за мной у нас почему-то неточные пасы. С такими командами, как типа Топ-клуба. Спасибо вам. Да, вот это пас. Плохо. Но они сами затупили. Всё, мы побеждаем. 1-0. Они сами себе принесли этот поражение, Арсенал. Спасибо, Асами Герн. Два пенальти. Одну из них мы забиваем. И всё, больше ничего. Опасный момент у нас были. И так же и по перекладине были. Вот, даже вот три удара нанесли. Санц недоволен. Конечно, доволен он. Он реально жизнедоволен. Вот, короче, у нас такая вот игра. Мы проходим дальше кубок Англии. Вот это наши подарки. 1-4 финала. Ну, тут матчи. Тут Лиерополь, Челси. Матчи с Сити, Эвертон. Тут Эхэм. Я называю те, которые верхушки. Английской лиги должны быть. Прошли. Да, нам тяжелее будет играть. Так, всё. Мы здесь сделали всё дело. Давайте посмотрим, что там. Так, приложение по сборной. Прозовой фонд нам выдали. Трама игрока на 5 дней. Так, следующий у нас играет с Миндезбро. Да, я так понимаю? Так, всё замечательно. Переходим к составу. Смотрим, какой там состав надо. Так, нам нужен тебе отдохнуть, надо дать. А тот чувак, который 70. Ну, это нормально, он уже стал. Так. Да. Игроки уставшие. Да, и вот так делаем. Что-то есть игрок у нас. Вот этот вот. У мирового класса. Дадим ему поиграть. А, ну да. Я не смогу ничего сделать. У меня травма у игрока, который всё же на 5 дней, на 5 дней не прошло нифига. Ну, а нафиг с тобой. Значит, ты пойдёшь сюда. Постоишь ты здесь в запасе. Буду я нападающего в запасе на всякий случай, но это, я думаю, не пригодится. Но он скоростной, я думаю, на левой фланге, правой фланг сможет отыграть. Ну, ладно. Переходим к матчу. Мы играем дома опять. Получим нормальный день с билета или миллион или 700 тысяч. Но мы в коем-на-поре увидимся уже в конце этого матча. Поэтому мы снова здесь. Посмотрим лучшие моменты матча. Икси в 4-5 почему-то. А ударов там покруче было. Ну, ладно. Жёлтую карточку. Что-то за жёлтую карточку. Понятно. Не особо это интересно, жёлтый. Так, тут гом нам забил на 40 минуте. Вот видите, какая была ситуация. Я от него отнимаю, у меня отнимают мячики. И тут бывает забивает гол. Так, что у нас дальше? Дальше мы гол на 45 минут забиваем. Ну, это контратак, я так понимаю, получилось здесь. Надо сравнивать. Забивай. Гол. Сравнивай. Ну, это только что мы били. Моментов слишком много не было, скажу честно. А посмотрим даже, сколько там было ударов у нас. 3-8. Они даже 8 ударов взяли с вор 4. Вот имя, чем 59-41. Такие дела. Ничего такого тут-совер, естественно, у нас не было. Обычная игра была. После римпоя. Ну, видите, опасный момент вот так сняли. Ну, на самом деле, там больше было. Так, что у нас дальше? У нас идет... Офигеть! Мы с Тотто Хэмл на Кубок Англии играем, оказывается. На 3 недели. Супер вообще просто. Супер. Так, что у нас дальше? Прибыль у нас 11 миллион и с половиной уже. Получаем. А, сейчас сигналу мы даже 1 миллион 300. Кубок Англии играем с Тотто Хэмлом, да? Да. Потом Хаус Сити. И там апрель. О, апрель дофига игр. И май. 26 мая, последний матч в премьер-лиге. А там Кубок Англии, не знаю. Я думаю, вряд ли мы. Тотто Хэмл пройдем. У нас все уставшие и все остальное. Так. Давайте развить игроков. Зайдем, сделаем тренировочки. Так, тебя обязательно качаем, пока ты там. Я хотел бы тебя дриблингом. Вот это подкачать тебе. Так, эти 2 травмы имеет. Тебе тоже давай дриблинг. О, защита у нас такая вот. Твоя льва защитника. И вратаря у тебя. Сможем здесь до 80 тебя прокачать? Думаю, вряд ли. Если так, конечно, будет давать. Может быть, да. А может и бы нет. Даже на двойку сыграл вообще ничего интересного. Вообще плохо. Тренировку провели. Все, может, уставшие. Слишком много игр. Ну, а на этом, я думаю, в ноте мы останавливаемся. Заканчиваем эту серию. Увидимся в следующей серии. Другие поражения. Всем вам удачи. И пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.